Привет! Разборочка скоро начнется, а пока познакомьтесь с нашим двухколесным брендом Motostrong. Мы сами привозим мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам в идеальном состоянии и с минимальными пробегами, и продаем их по привлекательным ценам. Обязательно подпишитесь на Instagram Motostrong. Там актуальное наличие, ассортимент постоянно пополняется. Все ссылочки и подробности будут в описании к этому видео. Тойотовские двигатели серии GR – это почти полтора десятка двигателей, которые выпускались с 2003 года. Они заменили старые V6 и рядные шестерки. Итак, встречаем мотор 2GR FXE. Моторы серии GR – это всегда V-образные шестерки с алюминиевыми блоками и с развалом в 60 градусов. В блоке залиты чугунные гильзы и блоки с открытыми рубашками охлаждения. Самый маленький объем – 2,5 литра, самый большой – 4 литра. Все эти двигатели атмосферные. Есть варианты с распределенным впрыском, есть с непосредственным, а есть с комбинированным, где форсунки находятся и в коллекторах, и в ГБЦ. В приводе ГРМ несколько цепей, а в приводе клапанов присутствуют гидрокомпенсаторы. Двигатели 2GR устанавливались на несколько десятков автомобилей Toyota с 2004 года по 2016, а также с 2009 по 2012. Эти моторы устанавливались на Lotus Evora и Exige. Перед вами 3,5-литровый 2GR FXE, снятый с гибридного Lexus RX 450H. Этот автомобиль пострадал при фронтальном столкновении и, как видите, у него часть поддона вырвана с корнем. Особенностью этого двигателя 2GR FXE является то, что он работает по циклу Миллера, в основе которого лежит цикл Аткинсона, а устроен он, как обычный двигатель, работающий по циклу Отто. А это все значит, что фактическая степень сжатия у него меньше геометрической, то есть степень сжатия двигателя 12,5 к 1, а в варианте с непосредственным впрыском 13 к 1. Если говорить простым языком, то на такте сжатия впускные клапаны закрываются гораздо позже того момента, когда поршень начинает двигаться вверх после нижней мертвой точки. При этом, естественно, поршни выталкивают некоторую часть газов обратно во впускной коллектор. Зачем все это нужно? А это нужно для того, чтобы немного увеличить КПД двигателя за счет уменьшения потерь на всасывание и более эффективного использования теплового расширения газов. Инженер Ральф Миллер использовал его ключевую идею с укороченным тактом сжатия и адаптировал его под обычные бензиновые моторы. Да, в пресс-релизах Toyota написано, что они работают по циклу Аткинсона, но по факту они работают так, как придумал Миллер, использовав теорию Аткинсона на двигателях, которые работают по циклу Отто. Блок цилиндров у двигателя 2GR FXE такой же, как у самого распространенного 2GR FE. Коленвалы и шатуны тоже одинаковые, но есть разница в малоподдоне. ГБЦ тоже разные, но отличия сводятся лишь к тому, что у гибридного двигателя два фазорегулятора и оба на впускных распредвалах, а у негибридного четыре фазорегулятора. Двигатели серии GR очень универсальны. Четырехлитровые, трудятся на внедорожниках и пикапах. Трех с половиной литровые устанавливали на седаны, минивены, кроссоверы, а вот два с половиной и трехлитровые устанавливали на седаны Toyota Lexus с продольной установкой двигателя. В общем, сегодня в нашем обзоре мы расскажем про надежность самого распространенного трех с половиной литрового двигателя, но справедливости ради надо сказать, что другие двигатели этой серии не отличаются от этого двигателя какими-то особенными болячками и проблемами. Ну, а сейчас мы расскажем о проблеме, которая появилась на ранних двигателях 2GR FE, и компания Toyota устраняла эту проблему по гарантии даже иногда с заменой двигателей. Итак, на автомобилях Lexus GS 3-го поколения 300 и 450H, на RX 350 2-го поколения, а также на Highlander 2-го поколения устанавливали воздушный фильтр с синтетическим, а не бумажным фильтрующим элементом. Суть в том, что было и до сих пор встречается много случаев, когда после недобросовестной, недобротной установки крышки фильтра появляется подсос воздуха в обход воздушного фильтра. Щель немаленькая, и туда без труда засасываются песчинки, и в пострадавших моторах во впускном коллекторе находят эмульсию из песка и масла. Песок с воздухом попадает в первый цилиндр в первую очередь, если речь идет о моторах 2GR поперечного расположения или в пятый цилиндр, если двигатель установлен продольно. Песок дает любопытный износ, он обтачивает тарелку одного из впускных клапанов, после чего ее некорректное прилегание приводит к выпадению седла клапана. До этого поршень песком протирает зеркало цилиндров, появляются задиры по всей его окружности и длине. Все это приводит к снижению компрессии в цилиндре, а ЭБУ фиксирует пропуски зажигания. В общем, впускной короб меняли на улучшенный только на GS третьего поколения, а вот для RX2 и Highlander 2, ну то есть второго поколения, никаких улучшений не было предусмотрено. Поэтому, если у упомянутых кроссоверов корпус фильтра старого образца, то владельцы уплотняют его резинкой, а также используют для уплотнения еще какой-то герметик. Также на Lexus RX 2 поколения и на Highlander 2 поколения можно установить короб фильтра и часть впускного патрубка с тех же моделей, но уже третьего поколения. Также можно установить абсолютно новые детали, то есть половинки корпуса, впускной патрубок, также патрубок на двигатель и крепеж стоит 550 долларов, но также можно эти запчасти поискать на разборках. Обязательно позвоните в «АвтоСтронг». В общем, оригинальные тойотовские фильтры с синтетическим элементом обладают хреновым уровнем фильтрации. На этот счет есть еще научное исследование. В общем, надо переходить на бумажные фильтры, ну либо же менять синтетические раз в 5000 километров. Еще до 2008 года двигатели 2G RFE могли выдавить все масло через трубки, которые направляют масло к фазовращателям. Дело в том, что у них рвалась средняя резиновая часть. Затем была отзывная кампания вплоть до 2013 года, и эти трубки меняли на резинометаллические. Но уже с 2008 года на конвейере начали устанавливать цельнометаллические трубки. Эти трубки на сегодняшний день стоят по 25 долларов. Их мы советуем поменять, то есть заменить резинометаллические, чтобы эта проблема не возникала. Двигатели 2GR любых годов выпуска пропускают масло, то есть начинают пропускать масло по резиновым уплотнениям клапанных крышек, а также по уплотнениям свечных колодцев. Но эти прокладки стоят совсем недорого. Правда, чтобы заменить их на двигателях, которые установлены поперечно, надо снимать впускной коллектор. На этих моторах частенько образуется течь масла из-под кожуха ГРМ. Течь возникает на стыке между ГБЦ и блоком цилиндров. На автомобилях с поперечным расположением двигателя течь масла обычно происходит со стороны четных цилиндров. В общем, масло интенсивно вытекает, попадает на привод правого колеса и им же интенсивно разбрызгивается. Для устранения течи надо снимать поперечно установленный двигатель. Так проще и намного удобнее снять кожух ГРМ. Ради экономии некоторые владельцы и сервисмены замазывают это место герметиком снаружи. На время это может помочь. Под корпусом масляного фильтра на негибридных 2GR FE есть двойная металлическая трубка, соединенная с блоком цилиндров. Так вот, изначально она была резинометаллической и в редких случаях могла лопнуть. Поэтому ее надо заменить на цельнометаллическую. Цена 70 долларов. Ну а сейчас мы разберем этот двигатель с помощью нашего верного друга. Итак, встречаем, Александр, и мы начинаем нашу разборочку. Вот это впускной коллектор с двигателя, который мы сейчас разбираем. Два GR FE. Гибридный. А вот это коллектор с двигателя 2GR FE. Не гибридный, обычный. По виду они одинаковые. Так в чем же отличие? Отличие в том, что на обычном бензиновом двигателе есть сервопривод, который управляет заслонкой. А заслонка, в свою очередь, изменяет длину впускного коллектора. Так вот, эта система работает без нареканий. На моторах 2GR иногда возникают проблемы с запуском двигателя в жару. И, как правило, в этом виноваты форсунки, которые медленно пропускают топливо во впускной коллектор через свои распылители. Если диагностика давления во впускном коллекторе выявит медленное снижение давления в течение получаса, то придется поменять форсунки или искать текущую. При этом проверка на стенде покажет, что все форсунки нормально работают и хорошо распыляют топливо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кожухи, за которым располагаются цепи ГРМ, два насоса. Внешне это водяной насос, то есть помпа, а внутри снизу масляный насос. Оба служат неплохо. Помпа меняется отдельно. Оригинальная помпа стоит 220 долларов, но есть много заменителей в несколько раз дешевле. Штатная помпа имеет стальную крыльчатку и в целом служит долго. Течи по ее корпусу бывают из-за неквалифицированной установки и из-за некачественного дешевого неоригинала. Штатный термостат открывается уже к температуре 84 градуса. То есть мотор 2GR холодный и проблем с преждевременным старением резиновых уплотнений и закоксовыванием маслосъемных колец не имеет. Штатный термостат Сняли клапанные крышки и видим здоровый вид мотора изнутри. Цепи натянуты, не провисают, износа кулачков мы не наблюдаем. И видим совершенно точно, что в этом моторе масло меняли своевременно и заливали хорошее масло. Мотор холодный, никакого закоксовавшегося масла и вот такого янтарного налета мы здесь не видим. Фазорегуляторы мотора 2GR, которые находятся на впускных распредвалах, проблемные со временем, начинают тарактеть после запуска. Тарактят они, потому что фиксатор, который находится внутри муфт, соскакивает со своего посадочного отверстия. И очень любопытно, что работу системы фаз газораспределения это не нарушает. Дискомфорт чисто акустический. Владельцы Toyota и Lexus, кстати, заметили, что некоторые масла способны ликвидировать шум фазовращателей на время. Причем оригинальное масло Toyota такими свойствами не обладает. Еще фазовращатели начинают тарахтеть, если изнашиваются двойные уплотнительные кольца, которые находятся в каналах, находящихся на ближайших к ним бугелях распредвалов. А вообще эти кольца надо менять при каждом снятии клапанных крышек и зажимать винты крышек с правильным усилием и в правильном порядке. А еще к тарахтению фазовращателей и их некорректной работе приводит загрязнение вот этих вот фильтров, которые находятся под винтами, которые крепят трубки, которые в свою очередь подводят масло к фазовращателям. Так вот, эти фильтры можно спокойно снять, почистить их, либо заменить на новые. А вот когда система изменения фаз испытывает реальные трудности в работе, то ЭБУ сигнализирует конкретными ошибками по запаздыванию распредвалов и не соответствует их положению относительно коленвала. И в этом случае может понадобиться замена клапанов, которые управляют муфтами. Эти гидравлические, электрогидравлические клапаны находятся в клапанных крышках и по оригиналу продаются примерно по 60 долларов. Еще с фазорегуляторами, особенно со впускными, происходит дикая неприятность. Выкручиваются винты, которые скрепляют половинки его корпуса. Это в основном происходит на гремящих фазовращателях. Но если эта неприятность произойдет в пути, то фазовращатель развалится и мотор заглохнет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только что сняли кожух ГРМ и вот тот самый маслонасос, который находится внутри снизу, о котором мы вам недавно рассказывали. В приводе ГРМ три роликовых цепи. Натяжитель центральной цепи, вот этой, имеет стопор. Эти цепи ходят примерно по 400 тысяч километров. То есть они очень надежные. Но известны редкие случаи обрыва вот этих коротких цепей, которые приводят выпускные распредвалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На моторах 2G RFE, установленных на Lexus и Toyota, есть проблема с выпадением сёдел клапанов. Причем не только в первом цилиндре. Проблема известная, но не массовая, а происходит это скорее всего из-за перегрева двигателя. Поэтому радиатор охлаждения рекомендуем промывать раз в год. Выпадение сёдел клапанов в этих ГБЦ мы не наблюдаем, ну и видим такой умеренный нагар на клапанах. В целом все хорошо. Проблем у алюминиевых блоков двигателей 2GR нет, ну за исключением износа определенных цилиндров. Но эти блоки не точат и не перегильзовывают, потому что эти моторы очень популярны и можно найти отличный контрактный двигатель, например, в «АвтоСтронге». Toyota не предусматривает расточки цилиндров. Оригинальных поршней ремонтных размеров нет, но зато такие поршни предлагают неоригинальные производители. Ну а теперь по состоянию. Хон в цилиндрах хороший, но видны побежалости и износ в виде вертикальных полос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двигатели 2G RFE, которые были установлены на автомобилях RX 2-го поколения И также Highlander 2-го поколения Примерно с 2010 года начали страдать еще одной проблемой, которая происходила чаще в первом цилиндре, реже в пятом цилиндре А у GS 3-го поколения в пятом цилиндре В общем, в этих цилиндрах у поршней откалывались перегородки между поршневыми кольцами Грубо говоря, откалывается краешек поршня со стороны донышка Либо лопалось верхнее поршневое кольцо в этих цилиндрах Либо же обнаруживали сильно разбитые канавки под верхнее поршневое кольцо Это все происходило и до сих пор происходит из-за попадания песка в обход воздушного фильтра Эмульсия из масла и песка появляется на стенках выше упомянутых цилиндров И поэтому верхнее поршневое кольцо начинает скрести о стенке цилиндров Конечно, консистенция этой эмульсии разная Поэтому и характер проблем, который мы выше перечислили, тоже разный Моторы 2G RFE с поврежденным поршнем в первом цилиндре А иногда и в пятом цилиндре Не заклинивают, а шумят этим поврежденным поршнем И фиксируют пропуски зажигания Гибридный двигатель 2G RFE от коротких поездок и сопутствующего недогрева Может пострадать от залегания поршневых колец В этом случае раскоксовка может помочь Но стоит снять малый поддон, чтобы раскоксовка не растворила краску Которой он окрашен с внутренней стороны Потому что эти хлопья краски могут попасть в масляную систему Ну а теперь по состоянию Коленвал визуально неплох Закоксованные маслосъемные кольца Компрессионные кольца подвижны И мы видим износ на всех шатунных вкладышах Причем верхних Ну такие царапины И у нас к вам вопрос Вот это наши коренные вкладыши Напишите в комментариях Как вы думаете, почему два вкладыша вот такого светлого цвета А два темного Ждем ваших ответов Ну а верхние коренные вкладыши В хорошем состоянии Ну что, разборка закончена 3,5-литровая шестерка 2GR FE И ее гибридная версия 2GR FXE Очень распространенные двигатели И поэтому информации о их поломках хватает Но в целом этим двигателям Можно доверять На трех вышеперечисленных автомобилях Ранее надо обеспечить хорошую фильтрацию воздуха Иначе поедете за контрактным двигателем Либо блоком Ну а в целом без особых проблем Эти двигатели проезжают 400 тысяч километров Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали Вот такие классные обзоры То нам обязательно нужна ваша поддержка Подпишитесь на наш канал Нажмите колокольчик Поставьте лайк Напишите комментарий И поделитесь этим видео в соцсетях Помните, что поддержка нашего канала Это плюс 500 тысяч километров К ресурсу вашего автомобиля С вами всегда была, есть и будет Компания АвтоСтронг Компания АвтоСтронг